В эфире новостная программа «Отцах». В республике зарегистрировано несколько пожаров. Американский благотворитель армянского происхождения Анна Аствацудорян-Теркут находится в Арцахе. Об этом и о многом другом более подробно. Вчера в Тегеране состоялись трехсторонние и двусторонние встречи между духовным лидером Исламской республики Иран Айатолла Али Хаминеи, президентом России Владимиром Путином и президентом Турции Реджепом Эрдуганом. Духовный лидер Ирана заявил Владимиру Путину, что Тегеран не допустит блокировки границы Армении и Ирана, так как она является коммуникационным маршрутом, которому тысячи лет. Об этом сообщило информационное агентство Исламской республики Ирна. Ранее Хаминеи заявил это и президенту Турции Реджепу Эрдугану. Также в Тегеране состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдугана. Стороны наряду с другими вопросами обсудили и Карабахский вопрос. В частности, Путин отметил, что Карабахский конфликт нуждается в урегулировании. Армения ожидает поддержки действующего председателя ОБСЕ в вопросе возвращения военнопленных из Азербайджана. Об этом заявил вчера глава МИД Армении Арарат Мирзаян на брифинге со своим польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Сбигневым Рау в рамках визита в Польшу. Он также отметил, что вопреки усилиям по достижению мира, Армения сталкивается с милитаристскими и максималистскими заявлениями Азербайджана, направленными на подрыв процесса достижения региональной стабильности и мира. Также неприемлема и политика Баку, направленная на уничтожение или искажение истории армянского культурного наследия, на территорию пришедших под контроль Азербайджана. Армения ожидает постоянной и адресной реакции международного сообщества и подчеркивает экстренную необходимость работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций. В ходе визита глава МИД Армении обсудил с председателем Польского Сената нормализацию отношений с Азербайджаном. Как сообщили в МИД Армении, Мирзаян представил Тому Шугротскому и позицию армянской стороны по уровню Нагорно-Карабахского конфликта, добавив, что воинственная риторика Азербайджана подрывает усилия по установлению региональной стабильности и мира. В рамках официального визита в Польшу глава МИД Армении встретился и с председателем Сейма страны Эльжбетой Витек. Они обсудили двухсторонние отношения, а также значение армянской общины в Польше, сообщила прислужба армянского МИД. Евросоюз заявил о поддержке курса на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС Азербайджан в Брюсселе. Также Евросоюз подчеркнул и важность подготовки населения двух стран к долгосрочному устойчивому миру с помощью позитивной и конструктивной публичной риторики. Франция, преисполненная решимости добиваться прочного мира на Южном Кавказе, приветствует встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась в Тбилиси 16 июля, и заявляет о своей поддержке продолжения прямого диалога между двумя странами, чтобы они смогли создать необходимые условия для нормализации своих отношений. Об этом говорится в заявлении МИД Франции. Находящийся в Баку глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин вчера заявил, что для внешней политики Российской Федерации в региональном аспекте вопрос восстановления мира на Южном Кавказе является преимущественным, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что Россия может сыграть ключевую роль в вопросах делимитации и демаркации Азербайджана-армянской границы, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения. Предшествующие этому встречи с премьером и главой службы национальной безопасности Армении Нарышкин назвал доверительными и очень профессиональными. Заявление секретаря САВБЕ за Армении о выводе армянских войск из Карабаха не связано с выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в беседе со спутник Армения заявил вице-спикер парламента Рубен Рубинян. По его словам, безопасность Арцаха будет обеспечивать армия обороны республики. Кроме того, не стоит забывать и еще о одном компоненте – это присутствие российского миротворческого контингента. Касаясь урегулирования армяно-турецких отношений, он отметил, что успех зависит от политической воли Турции, потому что Армения эту волю четко показывает, сказал вице-спикер. Первые договоренности в подобном процессе – это самая сложная вещь. И если они будут быстро реализовываться, то будут способствовать увлечению доверия между сторонами. В теории урегулирование может быть поэтапным, но в любом сценарии оно предполагает установление дипломатических отношений и открытие диппредставителей, сказал Рубинян. Замглавы МИД РФ Игорь Маргулов и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян обсудили вопросы развития многостороннего взаимодействия на пространстве Евразии и тематику международного транспортного коридора «Север-Юг», говорится в сообщении МИД РФ. Также отмечается, что переговоры прошли в дружественной доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-армянского союзничества. Стороны также договорились об укреплении координации по линии внешнеполитических ведомств двух стран на азиатском направлении. Было условлено о продолжении контактов, добавили в российском дипведомстве. С очередным визитом в Арцахи находится американский благотворитель армянского происхождения, юрист, председатель полицсовета Уэстбрука, писатель Анна Астфадзатурян-Теркот, которая приехала, чтобы ознакомиться с послевоенной ситуацией и ходом благотворительных программ. Накануне государственный министр республики Артак Бегларян принял американскую писательницу и председателя городского совета. Как сообщили из аппарата госминистра, он особо отметил и положительно оценил благотворительную программу «Арцах. Любовь моя», осуществляемую фондом Анна Астфадзатурян-Теркот представила особенности деятельности фонда и благотворительной программы, запущенной в Арцахе, отметив, что сбор средств осуществляется в основном через социальные платформы. В ходе встречи с госминистром были обсуждены и возможности привлечения фондов помощи и доноров проекта «Арцах. Любовь моя». Были затронуты и вопросы, связанные с укреплением постоянных связей с Арцахом, связанные с проблемами и решениями коммуникации с международным сообществом. Министр здравоохранения республики Микаэл Айриян, председатель национального собрания Артур Толмасян и омсмен Гегам Степанян также приняли Анну Астфадзатурян-Теркот. Сегодня Анна Астфадзатурян-Теркот посетила Центр охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения республики и в рамках благотворительного проекта «Арцах. Любовь моя» представила подарочные коробки матерям всех новорожденных. Она выразила радость в связи с пребыванием в Арцахе и лично вручила подарки, инициированные ей благотворительной программой. Также отметила, что цель их фонда – это способствовать повышению благосостояния и содействовать арцахцам, чтобы они прочно стояли на земле Арцаха. Ленда, унис. Учитывая аномальные погодные условия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям республики призывает строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Наш эфир подошел к концу. В заключение выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра, 21 июля, на территории республики будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный – 27 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 20-24, днем – 33-36 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григоря. Всего доброго.